Северная сеть активно голосует на выборах президента России. По данным Центра избиркома республики, в подзем проголосовало почти 50% от общего числа избирателей. Наибольшая активность была отмечена во Владикавказе и Кировском районе. В основании проходит очень активно. Надо учитывать то, что это поликлиника, лечебное учреждение и лучшего агитатора, чем участковый врач, не найти. Поэтому очень активно голосовать сегодня. Нарушений не было. Были какие-то мелкие у нас неурядицы. Но все это было разрешено собственными силами. Были какие-то звонки анонимные и так далее. И ничто на охоту выборов не повлияло. А на меня звонки были какого характера? Я вам точно не скажу. Подходил старший дежурный милиционер, говорил о том, что был звонок о том, что произошла какая-то стычка в стоматологическом отделении. Хотя отделение сегодня было закрыто и там никого не было. Ну и так далее. Где-то вот такого плана были. Какие-то большие у нас. Проведенный сегодня во Владикавказе Блицопрос показал, что избиратели разделились на две группы. На тех, кто верит в честные выборы и на тех, кто в них не верит. А вы верите в честные выборы? Почему я не верю? Верю. Я честно проголосовала, честно приехала и исполнила свой долг. Не потому, что это нужно было, а потому, что я так хотела. Что бы вы хотели увидеть? Во-первых, чтобы не было войны, чтобы вся молодежь была туда устроена. И надеюсь, что в здравоохранении тоже будет улучшение. Вы верите вообще в честные выборы? В честные выборы? Тяжело сказать. Ну, хочется верить, что выборы честные. В честные выборы верите, что выборы пройдут честно? Однозначно нет. И почему? Честные выборы это лет через 15, как минимум. Чего вы ждете вообще от выборов? Каких изменений? Никаких. Как было, так все будет. Пока коррупция не изменится, ничего реально не будет. В экономике, не в политике. Но вы ведь голосовали все равно? Да, я голосовала, но а что делать? Понимаю, что так и так надо. Свой выбор кому-то отдать. Как бы хотелось, так все равно не будет девушка сразу. Но это нужны годы, и на это нужны кардинальные изменения вообще глобальные. А не одни разговоры, обещания. В честные выборы верите? Честные выборы будут тогда, когда враг на горе свистит. Так, что лет-яга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...